Почти пять месяцев в этом фитнес-центре не горел свет. Простаивали тренажеры и не занимались те, кто следит за своей физической формой. Коронавирус больно ударил по фитнес-индустрии. С сегодняшнего дня ждали здесь с нетерпением. Эмоции переполняют, потому что 137 дней простоя – это серьезная вещь. Уже люди отвыкли от работы многие. Ну, ждали, да, сильно боролись. Интерес появился, потому что лодка заново поплыла. Приходят, конечно, несомненно, сейчас те клиенты, которые этого ждали. До этого можно было тренироваться лишь на открытом воздухе с соблюдением дистанции 5 метров. С самого утра здесь уже первые посетители. И хоть зал наполнен не на 100%, есть ограничители в полтора метра. Невооруженным взглядом видно, что люди истосковались по занятиям в залах. Для меня это была просто какая-то пытка. Четыре или сколько месяцев длился карантин с самого первого дня. Это было просто невозможно ждать. И сегодня, как раз первый день, с самого утра я пришел сюда, и это наслаждение. Владельцы детской индустрии отдыха тоже совсем недавно подсчитывали убытки. Просили губернатора дать им разрешение на работу. Кто-то даже начал распродавать имущество. Теперь вновь воспряли духом. Только за минувшие выходные, после долгого перерыва, парк Центрального района принял свыше 4000 маленьких посетителей. В субботу вернулась жизнь в парке города. Естественно, мы слышали, наконец-то мы услышали детский смех. Детские радостные глаза, сияющие, увидели в наших парках. Ну и маленькие ребятишки, завидев, что издалека, увидев, что крутится аттракцион, у них загорались глаза, они кричали, наконец-то, скорее, и бежали просто. Сейчас тут работают 10 аттракционов из 11. Руководство парка нас заверило. После каждого сеанса обрабатывают поручные механизмы. Детей размещают на расстоянии не менее полутора метров. Мы с ребенком пришли в парк, очень ждали, когда откроют. Ходили здесь, когда еще не открыто было. Смотрели на аттракционы, ждали. Наконец-то открыли, вот катаемся. К слову, медучреждения тоже постепенно возвращаются к оказанию медицинской помощи. Плановый прием пациентов разрешен уже в 51 больнице региона. Рубцовский, Славгород, Дебийский и других. Однако Барнаула, который находится в красной зоне, в этом списке пока нет. Свою работу возобновили и дошкольные учреждения. С сегодняшнего дня в краевой столице открылись 143 детских сада. За день до прихода в дошкольные учреждения необходимо созвониться с заведующим детским садом или с воспитателем группы, предупредить о предстоящем выходе. Это нужно для того, чтобы, если ребенок будет осмотрен врачом внутри детского сада, заказать этого доктора, чтобы он пришел в детский сад и осмотрел ребенка. Для любителей бань тоже послабление. Парным можно работать при соблюдении наполняемости не более 50%. При этом пока сохранится запрет на фудкорты. Могут работать кафе и рестораны в закрытых помещениях. Правда, при заполняемости не более 30% гостей. А вот киноманам пока придется подождать. Эмоции, которые нам дарит просмотр фильма на больших экранах, не сравнить с теми, что мы получаем от обычных телевизоров. Но пока официальный кинотеатр еще закрыт, и зрители очень соскучились и ждут, когда наконец смогут попасть в любимый кинозал. Было бы неплохо, если кинотеатры уже открылись летом. К концу подходят, а у нас до сих пор некуда сходить. А какой-то фильм, может быть, ждете? Я хотел сходить на Мулан, но его вообще перенесли. Однако, несмотря на послабление, принятые на долгожданном втором этапе, ряд ограничений все же остается неизменным. В Крае по-прежнему действуют масочные режимы, сохраняются меры самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Остается и запрет на проведение мероприятий. От этих мер можно будет отказаться лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничений, которые в регионе с нетерпением ждут. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.